24 мая для России это День славянской письменности и культуры. Этот праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Разработанное братьями письменности оказало огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян эти святые стали символами славянского письма и культуры. О том, как зарождался славянский алфавит, обладают ли тверичане базовыми знаниями о родном языке, узнавала наша съемочная группа. Знаете ли вы, кто стал основоположником у нас письменности на Руси? Нет. Вообще не в курсе? Ой, Кирилл Мефодий, нет, путаю. Нет, не знаю. Сейчас голова тут другим забита, поэтому не вспомню. Сколько букв в русском алфавите? 32. 33. В русском? 32. 32. 30 с чем-то. 32 буквы. 33. В каком веке на Руси появилась письменность? Нет. 18. Когда-то точно появилась. Я не помню такую информацию. Знала, но забыла. Такая осведомленность, увы, оставляет желать лучшего. Практически все респонденты не имеют четкого представления не только о том, кто подарил нам азбуку, но и о том, сколько в ней букв. За поиском ответов о происхождении праздника Дня славянской письменности и о главных героях данного торжества мы решили углубиться во тьму веков. Азбуки. Вот и получилась азбука. Однако создали ее не по мановению волшебной палочки, а кропотливым трудом братья-миссионеры Кирилла Мефодий, имена которых и чествуют 24 мая, в День славянской письменности и культуры. История торжества уходит корнями в IX век. Именно тогда в стенах монастыря был создан первый славянский алфавит глаголица. Чуть позже, в 863 году, появилась новая азбука — кириллица, которая состояла из 46 букв. Стимулом для их создания стала в первую очередь миссионерская деятельность и проповедование христианства. Кирилл и Мефодий создали универсальный и доступный письменный язык, перевели на него основополагающие церковные труды и открыли таким образом христианству дорогу на восток. Более того, создание славянского алфавита в дальнейшем дало мощный импульс распространению грамотности и развитию славянской культуры в целом. При Петре I количество букв в азбуке сократилось до 36, а в 1918 году после реформы русского языка осталось лишь 33 буквы. Поэтому современный русский алфавит и включает в себя лишь 33. Теперь осталось выяснить, почему праздник отмечается именно 24 мая. Оказалось, что впервые после долгого перерыва торжества в честь Кирилла и Мефодия в России произошли в 1863 году на тысячелетие создания славянской азбуки. Тогда же было решено вспоминать славянских просветителей 11, а по новому стилю 24 мая. Спустя 120 лет уже в эпоху СССР 24 мая было объявлено Днем славянской культуры и письменности. Знаковым событием стало открытие 24 мая 1992 года памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве. День славянской письменности фактически является международным праздником. Так в болгарских школах накануне проводятся Дни букв с викторинами и образовательными играми. А в Чехии просветители вспоминают 5 июля, в стране это официальный выходной. Вот и получается, что спустя века, несмотря на все геополитические неурядицы, народы по-прежнему объединяются вокруг языка, который, к счастью, не подвластен политикам.